Мошенники звонят по телефону Мошенники звонят по телефону Мошенники звонят по телефону Я вам объясню, я вас познакомлю с тем, чем мы занимаемся и как мы работаем Если у вас в процессе разговора будут возникать какие-то вопросы, то вы не стесняйтесь, задавайте, я вам на все отвечу, хорошо? Не сомневайтесь, стесняться не буду Хорошо, Алена, а скажите, где я вас вообще застал? Вы сейчас дома, на работе? Ну это не важно Хорошо, я просто хотел поинтересоваться, удобно ли вам разговаривать Это не деловой разговор Инвестиции Хорошо Инвестиции это Вмечение денежных средств с целью получения дальнейшего пассивного дохода Я вам так и сказала изначально Вы сказали, что это сохранение средств Ну да, я хочу акции купить На долгосрок Отлично, мы работаем как на короткий, так и на долгий срок Не, на короткий не хочу Хорошо, смотрите, я вас сейчас познакомлю с форматом, которым мы занимаемся А вы мне что-то показываете? Простите, а как вас зовут? Меня зовут Алексей Алексей, а что ты... вы мне показываете что-то, да? Да? Я ничего вам не показываю Ну вы говорите, смотрите, а мы с вами по телефону разговариваем, я не вижу по телефону Очень остроумно, Алена Ну так что? Хорошо, давайте вернемся к теме нашего разговора Мы, это компания, которая занимается торговлей на мировом финансовом рынке Мы оказываем также нашим клиентам услугу сопровождения То есть, так как вы человек неопытный в этой сфере Опыта в сфере инвестиций у вас нет Мы закрепляем за вами наставника, учителя Называйте это человека, как хотите, но это трейдер Трейдер, который всему вас обучает Все вам показывает, рассказывает И самое главное, он уже предоставляет готовую информацию По которой вы работаете То есть, к примеру, как это выглядит Видит он хорошую сделку, на которую можно заработать К примеру, акции компании Лукоил Он связывается с вами и говорит Алена, есть сейчас прекрасная возможность заработать на Лукоиле Вы покупаете эти акции И потом, через определенный срок, допустим, через неделю или через две Он дает вам сигнал, по которому вы эти акции продаете, чтобы доходность от продажи была максимальной Понимаете, как это работает? Понимаю Услуга сопровождения, естественно, также не бесплатна Наш интерес в этом составляет 20% от вашей чистой прибыли То есть, за готовую информацию вы даете нам комиссию 20% А 80% вы оставляете себе Ну понятно, только меня не интересует продажа акций Я хочу инвестировать, сохранить средства свои Ну хорошо, смотрите, я вас познакомлю Опять, вы показываете, Алексей, что-то? Да? Нет, я ничего не доказываю вам Показывайте, вы говорите, смотрите, а я не вижу в телефоне Алена, почему вы цепляетесь к словам? Я просто привык работать по демонстрации экрана У меня уже просто в лексиконе слово поразит Смотрите, так как я работал перед скайпом Показывал людям, как работает наша платформа Не цепляйтесь к словам, пожалуйста Я буду говорить с вами максимально вежливо, максимально культурно Просто не перебивайте меня, хорошо? А вы мне условия ставите? Сами звоните и ставите условия А я ваш потенциальный клиент Это как вообще понимать? Регистрацию оставляли вы? Вы? Я просто эту заявку входящую обрабатываю Рассказываю, как это происходит Ну я клиент ваша, вы мне говорите, что мне делать Куда-то мне это, что мне говорить вообще Кто к кому пришел-то? Кто прав всегда, клиент или? Хорошо, да, люди, клиент, я с вами Ну вот, пожалуйста А скажите, с какой бы суммы вы хотели начать бы сотрудничество? 150 тысяч Это весьма крупная сумма денег Но смотрите, я вообще Вы так считаете? Ну как, как для кого вообще? Я считаю, в принципе, что эта сумма не совсем большая Но я всем своим клиентам рекомендую начинать с минимальной суммы То есть мы нашим клиентам предоставляем услугу тест-драйва На протяжении которой вы заключаете 2-3 сделки со своим наставником Смотрите, как работает платформа Оцениваете профессионализм вашего трейдера И уже самое главное, видите первую прибыль И уже в дальнейшем, если вы собираетесь работать на долгий срок Вы с вашим трейдером Собираете ваш инвестиционный портфель И понимаете, на каких активах вы будете работать То есть тест-драйва, период тест-драйва существует для того Чтобы клиент мог оценить все преимущества нашей платформы И понять всю механику работы А вы где находитесь? Понять информацию о тест-драйве, Абина? Вы где находитесь? Откуда мне звоните? Я в городе Матва А компания ваша как называется? Мы аналитический холдинг Который занимается услугами сопровождения и анализом рынка То есть у вас названия нет у вашей компании, я правильно поняла? Нет, почему? Есть Skyder Invest Skyder Invest А ИНН у вас есть? Можете мне продиктовать? Кто? ИНН Компании вашей А зачем у меня? ИНН в нашей компании Ну как, узнать Мне информация нужна У вас есть филиал в России? В Москве вы говорите Вот мне нужна ННН Продиктуйте мне Вашей компании Записывайте Берите листочек, записывайте Записываю 77 272 272 99 99 770 770 Скажите, а где адрес вашей компании В Москве? Какой адрес у вас там? Это Воловая 26 Воловая 26? А что там находится? Там находится бизнес-центр Понятно Алена, скажите Вы Что мы связались Для того просто Чтобы выпасть за инвестиции Или устроить запрос Что мы где находимся Или вы просто для себя интересуетесь Это бизнес-центр Лайтхаус Находится в Воловой 26 Вы можете приезжать Это метро Добрынинская Ближайшая станция Я так понимаю Вы из Петербурга Верно, Алена? Верно Верно А скажите Что вас вообще привело В целом В сферу инвестиций? Я просто для себя заметил Что люди к нам приходят По трем причинам Первое Это финансовые обязательства Какие-то Финансовые накрутки То есть Погасить кредит Закрыть ипотеку Второе Это личные цели Купить автомобиль Купить квартиру И третье Это Накопить себе Финансовую подушку безопасности Какая у вас цель Конкретно привела, Алена В нашу сферу? Накопить Финансовую подушку безопасности Отличная цель Сейчас Это как раз Самая популярная причина По которой К нам обращаются Клиенты Как за дополнительным Источником дохода Потому что Время сейчас Достаточно неспокойное Я вообще считаю Что у каждого Гражданина Российской Федерации Должна быть Финансовая подушка Безопасности Как говорится На черный день Понимаете? А у вас есть Финансовая подушка Безопасности? Да Потому что Я также инвестирую Вы инвестируете? А вы акции покупаете? Да? Или что-то еще делаете? Торгуете акциями? Да? Не только акциями У меня есть Инвестиционный портфель Ранее я занимался Криптовалютой Но с тех пор Как криптовалюта В принципе весь рынок Криптовалюты Находится в просадке Я сейчас занимаюсь Более акциями Торгую различными активами Вообще мы занимаемся Торговлей на мировом Финансовом рынке Это 4 сегмента То есть это Валютный рынок Форекс Я думаю услышали Творцовый рынок Это криптовалюта А также это Фондовый рынок Само собой акции Облигации Больших крупных компаний Мы торгуем На международном Финансовом рынке То есть это акции Не только российских Компаний А также Азия Это Северная Америка Это и Европа То есть вы Тебя Я думаю Можете найти Абсолютно В этой сфере Акции Тех компаний Которые вас Непосредственно Интересуют Вот вы говорите Хотите начать Со 150 тысяч рублей Какой сегмент Вас интересует И какие акции Вы должны есть Какие-то Концветные компании Какие-то Предпочтения Понимаете Меня интересуют Акции Газпром Акции Газпром Отлично Отлично Как раз В принципе Наш профиль Также рекомендовал бы Посмотреть на Фьючерсы Газа и нефти Это товарно-сырьевой рынок В принципе Это Естественно Газпромовская отрасль Понимаете Очень хороший рост Сейчас показывает Смотрите Алена Вас устраивает Формат сопровождения Который мы предоставляем И хотите ли вы Воспользоваться Услугой Тест-драйва Я покажу вам Как работает Наша платформа Проведу Ознакомительную Экскурсию И уже Непосредственно Познакомлю Вас С вашим Личным Трейдером А я не хочу Тест-драйв Не хочу я Услугами Меня не интересует Эта услуга Вы хотите Сразу Начинать Торговлю Вашей сумме Да Все верно Хорошо Алена Так как Вы являетесь Нашим Потенциальным Клиентом Мне необходимо Вас Узнать Чуть-чуть Получше Вот Например Меня зовут Алексей Мне 32 года Я являюсь Специалистом Инвестиционного Центра Который В свою очередь Входит В состав Аналитического Холдинга Компании Кайзер У меня Есть свой Инвестиционный Профель Я проживаю В Москве Могу Хобби Своё Рассказать А можете Что-то Рассказать О себе Нам просто Необходимо Знать Кем мы Сотрудничаем Кто является Нашим Потенциальным Клиентом Возможно Чем Вы Увлекаетесь Ну а Это Вам Зачем Информация Я Увлекаюсь Это Моё Личное Дело Вас Это Не касается Алексей А Сколько Вам Лет На Сегодняшний День Мне 35 Сегодня Было 30 А Завтра Тоже Будет Столик Уже Отлично Мы С Вами Почти Ровесники Видите Хорошо Алена Смотрите Вот Теперь Смотрите Я хотел бы Вам Показать Как работает Наша платформа Как устроена Наша платформа Я предлагаю Вам Скачать Установить Скайп И непосредственно Проведу Экскурсию Уже В скайпе Вам по нашей Платформе Как это Устроено Чтобы Вы могли Своими глазами Посмотреть Я вижу Что Вы Дама Серьезная И я думаю Что Вы Своим Глазам Заверяете Намного Больше Нежели Ушам Верно Поэтому Я хотел бы В дистанционном Режиме Познакомить С нашей Платформой И как Она Устроена Нет Скайп Я не буду Скачивать Им уже Давно Сто лет Никто Не пользуется Поэтому Скачивать Скайп Я не буду Вас Отталкивает Скайп Просто Из-за Своей Старомодности Да Из-за Этого Тоже Хорошо Скачиваете Какое-то Другое Приложение Которое Позволяет Устраивать Демонстрацию Экрана Нет Я не хочу Хорошо Алена Я Вас понял Тогда Всего доброго Слушаю Вас Алло Алена Это Евгений Новиков Я Старший Менеджер Инвестиционного Проекта Вы Ранее Разговаривали С Алексеем Суворовым Помните У него Просто Сейчас Сложные Жизненные Отстоятельства Поэтому Он немного Сорвался Давайте Мы с вами Попробуем Поговорить Сейчас Я буду Более Компетентен Все будет Хорошо Я такого Не допущу Я Старший Специалист Вот Алена О чем Вы успели Поговорить С Алексеем Ну так Особо Ни о чем Не успели Не успели Да Хорошо Разберемся Вместе В этом Сейчас Я Своей Стороны Расскажу Как мы Здесь Будем С вами Зарабатывать И Мы С вами К чему Нибудь Дойдем За что Нибудь Договоримся Хорошо Ну давайте Попробуем Хорошо В наше Время Инвестициями Вот Интересуются Люди Для того Чтобы В принципе Сохранить Свои Деньги Не только Преумножить Вы вот Думаю Слышали Инфляции Сейчас Все дорожает Жить Комфортно Сейчас Достаточно Сложно Зарплаты Не увеличивается Хорошо Тогда Смотрите Вы вот Компанию Газпром Знаете Я думаю Да Я думаю Все ее знают Вот Все правильно Ее знают Все Потому что Это Крупнейшая Газодобывающая Компания В России Потому что Она Очень Знаменитая Хорошо Вот Давайте Мы с вами Допустим Что Сегодня Мы с вами Купили Акцию Газпром Слушайте Вас как зовут Евгений Евгений Новиков Евгений Новиков Послушайте Мне сейчас Ваш Алексей Продиктовал ИНН Вот Какой-то ООО Кайзер Шарашки Я зашла В Роспрофайл Там Уставной капитал 10 тысяч рублей Какой-то Мухаммед Один-два Сотрудника Это что за ерунду Он мне дает Вы мне сейчас Про какой-то Про Газпром Начинаете У вас что Шаралга Откуда Звоните Я вам Звоню Сейчас Из Москвы Из Москвы Мы Инвестиционный Холдинг В наш Холдинг Входит Много Компаний В том числе И Молодые Но У нас Достаточно Много Аналитиков У нас В принципе Очень Много Но Он мне Продиктовал ИНН Послушайте Послушайте Он мне Продиктовал ИНН Там написано ООО Кайзер Торговля Оптовыми товарами Два сотрудника Какая-то ерунда Короче Зачем Вы мне Сейчас Говорите Про Газпром Про какой-то Вы это Что не знаете Какая у вас Компания Что ли Я знаю Какая у нас Компания И если вы Меня слушали То вы должны Были услышать Что мы Холдинг А не Компания Я вам Сказал Что в наш Холдинг Входит Много Компаний В том числе И молодые Меня интересует Компания Выскажи Меня Да Я слышала Меня интересует Компания Газпром Акции На долгосрок Я хочу Купить Ну вот Я вам Как раз Таки О ней Хотел Рассказать А вы Только Долгосроком Интересуетесь Ну да Только Долгосроком А почему Короткосрочные Сделки Вам не Интересны А вам Интересны Вы хотите Просто В небольшую Сумму Покупать у вас Акции Они будут Дело Не занимаетесь Только думали Об этом Да Только Думала Ну вот Видите Мы Просто Таким Людям Которые Только Начинают Разбираться В этой Сфере Предоставляем Наставников То есть Специалистов Которые Вам Во всем Помогут Они Вам Все Покажут Расскажут Все Объяснят И Как раз Таки Скажут Куда Лучше Инвестировать В том числе В долгодрок То есть Они Вы же Сами Понимаете Есть Компании Которые Постоянно Дорожают Есть Компании Которые Могут И Упасть В цене И Подняться На этом Виде Тоже Можно Заработать И Вот Они Как раз Таки Знают Что Когда Будет Дорожать Что Будет Дешеветь Ну Понятное Дело Что Не Сто Процентно Но Так Как Они Аналитики Они Могут Прогнозировать Это Достаточной Точностью Для того Чтобы Доверять Этим Данам Понимаете Да Понимаю Вот Вы Просто Попробуйте Посмотрите Как В принципе Что Вам Эти Аналитики Рекомендуют Специалисты Вы Посмотрите И устраивает Ли вас Этот Заработок В принципе Это Система По которой Мы Будем С вами Работать Интересно Ли Вам Это Вообще И Потом Для себя Решите Сможете Либо Продолжить С нами Работать Если Вам Все Понравится Либо Прекратить Если Вам Это Не Понравится А Если Я Средства Инвестирую Ну Пополню Вам Счет Я смогу Потом Деньги Оттуда Ввести Нам Вы Нам Вы Счет Не Будете Пополнять В этом То И Дело Мы Доверительным Управлением Не Занимаемся Мы Просто Предоставляем Вам Информацию О том Как Вы Сами Своими Средствами Можете Распорядиться То Суть В том Что Вы Сами Создаёте Себе Ваш Личный Инвестиционный Счет И Мы Никакого Доступа К Вашим Средствам Не И Не Понимаете А где Я Его Создаю Вы На Сайте На Каком Там Будет Счет На Газпром Банка Что Там Кого Позвать Я Плохо Вас У У У Я Плохо Вас У Но У 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 Телефония Там Дело В том Что Мы Работаем В том Числе Газпром Банком Я Ведь Вам Сказал Мы Большой Холдинг В том Числе В нас Входит Большой Два Сотрудника Это Большой Да Даете Мне Какой То Левый Может Вы Мои Данные Украли Слушайте Ну Какие Тысячи Я Вот Сейчас Зашла Там Два Сотрудника Информации Никакой Нет Может Вышарага Какая Нибудь С Украины А Алена Как Вам Объяснить Как Вам Объяснить Что Мы Не Являемся Компанией Кайзер Мы Холдинг Компанией Ну Алексей Зачем Мне Это ННН Тогда Сказал Он Что Вообще Невменяемый Ваш Алексей Да Он Дурак Вообще Он Работает Давно Нет Он Недавно Ну Понятно Он По-моему Вообще Не 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 Адекватный Он Орать Начал Трубку Бросил Да Я Говорю У него Сейчас Сложные Жизненные Отстоятельства Поэтому Так Произошло Я Говорю Еще Раз Я Евгений Новиков Я Старший Сотрудник Я Работаю Здесь Уже 8 Лет Со Мною Вы Можете Спокойно Говорить И Быть Уверенным В том Что Ничего Такого Не Будет Я Не Сорвусь Я Буду Спокойно Разговаривать Вы Видите Сейчас Пока Я Разговаривал Все Спокойно Все Хорошо Все Нормально Так Ну Да Вот Видите Все Хорошо Все Прекрасно А у Вас Как Там Да Продолжайте Прекрасно Вот Смотрите Я Вам Сказал Что Вы Послушайте Послушайте Меня Простите Что Я Слушаю Слушаю Это Слово Которое Вас Раздражает Я Постараюсь Больше Не Делать Что Стараюсь Мы С вами Создадим Ваш личный Инвестиционный Счет То есть На наш Счет Вы Ничего Нам Перечислять Не будете Мы В принципе Никакого Доступа К вашим Деньгам Не имеем Вы Создаёте Свой Личный Счет Под Свои Данные Сами Придумываете Логин Пароль Подвязываете Свой номер Телефона Свою Электронную Почту То есть Все Моменты Безопасности Соблюдены И они Превыше Всего Все Деньги Которые Вы Положите На свой Личный Инвестиционный Счет Будут Лежать У вас На вашем Счету Только Вы Сможете Что-то Купить С этого Счета Что-то Продать С этого Счета Вывести Свои Деньги Ну Либо Пополнить Этот Счет Мы Со Своей Стороны Никакого Отношения А какая у вас Минимальная Сумма Для пополнения Счета Минимальная Сумма Для пополнения Счета У нас Составляет 8400 Рублей Ну Понятно А сколько У вас там Человек Сидит Для вас Так Где Там Ну Ваш В полцентре Откуда Вы звоните Сейчас Мне Ну К сожалению Я точного Подсчета Не веду У нас Большая Компания У нас Много Сотрудников А находитесь Вы где Что Кого Позвать Где Вы Находитесь Нахожусь Да Мы Находимся На Валовой 26 Это Конкретно Тот Офис В котором Нахожусь Сейчас Я Это В Днепре Да Или Где Что Это В Днепре Находитесь Или Где В Киеве Может быть Сидите Там Где Мы Находимся Я Ведь Вам Сказал Валовая 26 Ну Да Валовая 26 То Вы Говорите Алексей Из Другой Компании Звоните Впутаетесь Показания Хохлы Вы Хохлы Я Поняла Уже Мошенники Мошенники Алена У вас Средства А в России Говорят Средства Чей Крым Российский Наш Донбасс Чей Чего Вы Взяли Чего Вы Взяли Пожалуйста Скажите Мне Что Мы Мошенники Ну С того Что Вы С какой Тошараги Звоните Левый Какой-то ННН Мне Даете Алексей Ваш Ненормальный Просает Трубку Вы Можете Приехать К нам На улице Валовая 26 Посмотреть Где Находится Наш Ост В принципе Если Вы На метро Передвигаетесь То Можете На Украине На Украине Вы Находитесь Я знаю Я знаю Что Вы На Украине Находите Мы Находимся В Москве Город Москва Улица Валовая 26 Евгений Вы Сами Откуда Родом Откуда У вас Акцент Такой Вы Не Чисто По-русски Говорите Русский Язык Ваш Неродной Вы Из Украины Правильно Вы Из Ростова Да Вы Я Никогда Там Не Был У У У У У А Откуда Вы Сами Город Ваш Какой родной Красноярск Сибирь Нет Вы Не Оттуда У Украинский Акцент Я Слышу У меня Просто Слух Музыкальный Музыкальный Так я Ведь Вам Не Пою Нет Вы Не Поняли Я Просто Слышу Что Вы У Вас Русский Язык Ваш Неродной Вы Из Украины Откуда То С Юга Оттуда Вы Не Чисто По-русски Говорите Я Не Понимаю Нет Я Только К Мошенникам Так Отношусь Из Украины К К К Шахраям Вот С Вами На Данный Момент Общаюсь Вы Мошенник Вы Хотите Деньги У Меня Украсть Чего Вы Взяли Что Я Мошенник Какие Деньги Мои Хотите Деньги Украсть Ну Вам Хватит Обожрете С Колхозом Своим Колцентром Все Ваши 8400 Рублей Я Хочу Вас Украсть Я На Эту Сумму Догу Прожить Ну Это Вам Всем Я Думаю Вы Не Получите Всю Эту Сумму Если Меня Попробуете Развести Или Кого Пенсионеров В основном Разводите Кто Не Понимает Ничего Мы Никого Не Разводим Вы Знаете Что Такой Инвестиции В принципе Вы Считаете Инвестиции Разводом Я Считаю То Что Вы Мне Сейчас Звоните С Какой Шараги Это Развод Называется Мошенники Б В рекламе Реклама В интернете Выскочила Я Зарегистрировалась Там Очень Много Информации О Что Вы Мошенники Из Украины Да Слушаю Вас Да Алена Связь Почему Прервалась А Вы Откуда Звоните Вообще Что За Спецодежда У Вас Там На Украине Какая Спецодежда О Чем Вы У меня Звонок Написано Спецодежда Ну я Узнала Вы Трубку Бросили Нет Я Ничего Не Бросала Ну как Не Бросали Бросали Теперь Это С другого Номера Ну Вернее Своё Телефон Перезваниваете Просто Ну я Уже Поняла Что Вы Из Украины Да Я Поняла Вы Из Украины Спецодежда Спецодежда И Торгуете Что За Спецодежда Там У У У На Украине Рассказываете О чём вы Говорите Какой Украина О чём вы Говорите На Залежной Москвы Какая Москва Тебе до Москвы Как Украине До Европы О чём ты Вообще Вы сами Хохол А Тебе Зачем Тебе Зачем Так Вы Можете Приехать К нам В офис Мы Можем Лично С вами Поразговаривать А Алёна Вы Здесь 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 Я Говорю Вы Можете Лично Приехать Увидеть Меня Что Я Нахожусь В Москве На Украине Ты Хохол Мошенник Салоед Пенсионеров Разводить Где Находитесь Ну а тебе Зачем Где я Нахожусь Где я Нахожусь В России Так я Встретиться Просто С вами Хочу Чтобы Вы Увидели Что Я Реальный Человек Что Я Живу В Москве Нет Ты Живёшь На Украине В подвале Сидишь Разводишь Россиян Вы Зачем За меня Решаете В принципе Что Я Где Я Не Решаю Я Просто Знаю Что Это Я Расскажу Ты Рассказал Ерунду Всякую У меня Уши В трубочку Свернулись Отчего Ну От твоего От того Что Я Рассказал Условия Нашей Компании Ваша Компания Шарага Какая Непонятно Ты Сам Даже Не Знаешь Откуда Ты Звонишь Вообще Ну Скажи Я Из Украины Сало Украины Я Я Вам Звоню Из Хоудинга Аналитического Вы Сами Знаете Куда Звоните Где Вы Оставляли Заявку А Ты Сало Любишь Вы Знаете Что Такое В принципе Аналитический Хоудинг Сало Ты Любишь Скажи Ты Сало Любишь Алена Мы С вами Разговариваем Сейчас О Инвестиции Ты Че Орешь Подорвало Уже Давай Гори Гори Мне Нравится Когда Вы Гори 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 Я С вами Спокойно Разговариваю Алена Мы С вами Отошли Сало Любишь Мы С вами Разговариваем По поводу Инвестиций Я Не Буду С вами Разговаривать На Политические Вопросы Клади Трубку Или Тимлидер Тебя На бутылку Посадишь И Положит Трубку Вы Сами Оставили У нас Заявку Зачем Вы Начинаете Мне Сейчас А Как Ты Думаешь Зачем Я Заявку Оставила На Мошенническом Сайте Зачем Мне Это Нужно Было Ну Подумай Собери Твой Парш Который У Тебя В голове И Подумай Зачем Мне Нужно Оставлять Заявку На Мошенническом Сайте Зачем Как Ты Думаешь Зачем Я Это Сделала Ну Подумай Немножко Или Вообще Не Умеешь Вы Оставляли Вы Сами Сказали Что Вы Оставляли Заявку В рекламе А не На Сайте Это Во-первых Во-вторых Почему Вы Считаете В принципе Нашу Компанию Мошеннической Чего Вы Это Взяли Мы Аналитический Хоудинг Мы Предоставляем Наши Услуги Крупнее Газпром Как Не работает Нет Ну Как Мы Не Газпром Да Я Знаю Что Вы Не Газпром Вы Шарага Хохлядская Сидите В каком Днепре Подвале Разводите Нас Россиян Чтоб Вам На Мевину Перепало Еще Там На Что За Сыхом Своим Я Не Понимаю О чем Вы Говорите Что Ты Прекрасно Понимаешь Что Ты Прекрасно Понимаешь На Украине Нет Нечего Там Делать В Украине Совсем Вам Там Все Плохо Да У вас Нет Мевина Будем Разговаривать Вы Заявку Зачем У нас На Сайте Оставляли Зачем Вы Дратите Мое Время Вы Скажите Пожалуйста Ты Только Сказал Что Я В Рекламе Оставляла А Сейчас Говоришь На Сайте Путаешься Показания Путаешься Свои Мозги Собери Фарс Зачем Не Оставляй Ты Тупой Да Вы Когда С Алексеем Разговаривали Это Не В нем Проблема Я С вами Разговариваю Посмотрите Я С вами Продолжаю Разговаривать Несмотря На То Что Вы Срываетесь Я Не Срываетесь Ты Сейчас Гореть Будешь Будешь Гореть Подгореть Это У Тебя А Мне Нравится Когда Вы Собираетесь Поджечь Но Вы Знаете Какие В принципе У вас Посредствия Ты Что Совсем Уже Челкнулся В подвале Своем У вас Там Воздуха Нет Совсем Плохо Все Как Плохо У Бедные Хохлы Бедные Хохлы Я Не Вас Как Жалко Бедненькие Хохлятки На Мивинку Нету Ходят Побираются Алена Вы Мое Время У Руси Я У Руси Я Да Конечно Я Не Хочу Чтобы Миссионеров Разводили Поэтому Я Трачу Ваше Время Именно За Этого Потому Что Я С тобой На Линии Нахожусь Пока Ты Никого Не Разведешь Понял И Ни Твой Алексей Придурок Никого Как Вы Вонючий Не Разведете Солоеды У Меня Есть Время Самое Основное Это Какие-то Проблемы В Финансовом Плане Кредиты Ипотеки Ну Понятно Понятно Я В принципе Сферу Инвестиций Поэтому Обратились Вот Вы Просто Сейчас И Мое Время Тратите Но Мое Время В принципе Стоит Гораздо Дороже Нежели Ваше Я А Клади Тогда Трус Тебя Не Устраивай Деньги Клади Трус Я Так Понимаю У Вас Были Проблемы С Финансами И Поэтому Вы К Нам Обратились Я Правильно Вас Понимаю Нет Ты Неправильно Меня Понимаешь Это Твои Владные Мечты Возможно У Вас Настолько Агрессивное Поведение Сейчас В принципе Отношение У меня Не Агрессивное Я Спокойно Как Удастся А Вот Ты Сейчас Уже Гореть Начинаешь Попробуем Их Решить Чтобы Вы Успокоились Ваша Жизнь Стала Спокойнее Спецодезда Ты Подгоришь Сейчас Я Никак Не Могу Понять О Какой Спецодежде Вы Говорите Мы С Вами Общались По Поводу Инвестиций Вы Перешли На Спецодежду Это Немножко Никак Не Контактирует Ну ты Мне сейчас Звонишь У меня Высвечивается Спецодежда Какая Она Спецодежда Блин Какой Холдинг О чем Ты Вообще О чем Ты Хохол Какой Я Уже Тебя Все Я Тебя Уже Спалила Давно Ну Чего Ты Такой Тупой Чего Ты Продолжаешь На Мивину Хочешь На Мивину Не Получишь Не Подаю Я Не Подаю Я По Вторник Понимаешь Я Тебе Не Подам Мивину Это То Что Ты Любишь Салом Что Это Такое Знаешь Прекрасно Алена Я Тогда Нас В компании В принципе Оставлю Возвращение Если Вы Так Агрессивно К этому Всему Относитесь То Ты Агрессивно Относишь Что Тебе Не Подали Сегодня То Ты Чего Не Пешком Домой Пойдешь Ну Мивину Ты Не Заработаешь Если Вы Настолько Из-за Сыгарки Твоей Ничего Не Получишь И Не Позволю Вам Не Позволю Больше Не Смогли Тратить Наше Время И В принципе Беспокоить Ну Давай 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 Носи Я Завтра Регистрацию Оставлю Ты Еще раз Позвонишь Хорошо Алена Все Гори Ваду Вам Вряд ли Позвоните В принципе У вас Вряд ли Вряд ли Ваду У вас Вряд ли Вряд ли Получится В дальнейшем Попасть Ну Я Так Понимаю Вам Это Дежит Но Зинансовые Проблемы Ваши Мы Уже Не Сможем Помочь Вам Решить Хорошо Алена Тогда Не Могу Пожелать К сожалению При всей Поганой Смерти Не Пожелать Вам Хорошего Дня Поганой Смерти Гори В аду Слушаю Алло Здравствуйте Алена Слушаю Как ваши дела Как пообщались С нашими сотрудниками Все ли Произошло Хорошо Я Связываюсь С вами С отдела Качества Обслуживания Компания Кайзер Инвест Кайзер Инвест Все таки Вы как то путаетесь Все показания То мы не компания Кайзер Никакого отношения Не имеем Даже не представились Как вас зовут Что у меня А какое это Имеет значение Меня зовут Максим Яловцов Ну вот здорово Вы как то за мной Звоните Где не представляетесь Даже какое это Имеет значение Смешной вы Человек Какой то Аллена Ну мы же с вами Не знакомы Лично Откуда вам знать Смешной ли я Или не смешной Да я по голосу Слушаю Что вы смешной Или под чем то Смешным Типа препаратов Каких нибудь Употребляете Наверное Да Естественно Под боевыми наркотиками Я видел вашу фотографию В телеграме Вы достаточно смешно Выглядите вы Вы говорите Что вам 35 Вы на все 52 Я бы сказал Ну вам еще это Под наркотиками Не того покажется У вас Млажные Типы Что я на 52 Выгляжу Или на 53 В общем то Это вас не касается Зачем вы звоните Просто пообщаться Вы же зачем то Вы же зачем то Оставляли регистрацию Вот я с вами и общаюсь Ну а как вы думаете Зачем я оставляла регистрацию Ну оставляли регистрацию А моя работа Это Обрабатывать Входящие заявки Входящие регистрации Ну обрабатывать А еще я заметил Что вы любите Переходить на личности Поэтому буду Общаться с вами Так же Абсолютно Потому что Главное кредо Нашей компании Это общаться с людьми Так как они Общаются с вами И относиться к ним Абсолютно Интересная у вас компания Вообще-то клиент Всегда прав Вы никогда Разве не слышали об этом Нет, Алена Не такие швапы Как вы Ты хохол, да? Откуда звонишь? Какое это Имеет значение Ну вот Самое прямое Самое прямое Имеет значение Ты хамишь Грубишь Хамлоты Завершенная В общем-то Я тебе не повиню Я бы вежливо Общалась Ты начал мне Хамить Грубить Ты вообще В шараге сидишь В подвале Вонючем Нет Я сижу В удобном Комфортабельном офисе Попиваю чай Не дышите в трубку Поставьте микрофон Ближе Я ваш смрад Изо рта Аж сюда слышу Салом В Россию Несет Хохол Ты вонючий Хамлоты Вонючие Ты звонишь Своих сотрудников Защищать Которые Не вывезли Зато я вывезу Я вывезу Ну попробуй Выведи Только у тебя Тоже не получится Хамством Ты больше Многого Не добьешься Если я начну хамить У тебя Пойдешь плакать в туалет Понял Ого Алена Да неужели Да что вы Бандитка Вы просто Ничтожество Ничтожество Алена Вы ничто Какие 150 тысяч Вы хотели инвестировать В акции Газпрома Вы в макияж Себе нормальный Инвестируете Подбородок Спортзал Пойдите Мужика Найдите себе Алена Если уж на то пошло А у тебя есть мужик? Да Три бэйфренда Европейские ценности Развиваем По голосу Что ты евро Богатырь Жопа Шири плеч Ну а вы только О жопах Наверное И думаете Алена Да? Я не Потому что Это нет ничего Это ты сейчас Не хамишь Нет Я тебя не хамлю Или возможно Просто Вся жизнь Через жопу Пошла Вот и через Да на Конечно Это у вас хохло В жизнь Через жопу Звоните Россиянам Побирайтесь На Мивину Сколько тебе 100 рублей Перечислить Чтоб ты С голоду Не сдох Алена Подождите Чего вы вообще Взяли Что я хохол Это во-первых Во-вторых Я белорус Если уж на то пошло Я с Мозыря родом Сейчас я нахожусь В России И у меня Поверьте Ты на Украине Находишь В подвале Сидишь И тебе на Мивину Ты решил Пообираться на Мивину А я уже сказала Что я по вторник Мне подаю И тут Три твоих Не вывезли Урода Ты изводишь Зачищать Защитник Хренов Ничего у тебя Не получится Ты все равно Так же Солируешь Так же Как они У вас Пластинку Заела Нет Это у тебя Заела Пластинка Я не вывезли Нет Я вывожу Абсолютно Прекрасно Алена Чем вам Мне понравилось Обслуживание Наших Менеджеров Менеджеров Понимаешь Вот в чем суть Вопрос Менеджеров А в России Говорят Менеджеров Отодвиньте Отодвиньте Микрофон Пожалуйста От рта Зачем Приятно вам Алена Отодвиньте Микрофон От рта Я половину слов Вообще не разбираю Вы плюетесь У вас бомжатская Эпителефония Салом в России Видите Вы мне Слышите в микрофон Я думаю У вас просто Бомжатский телефон Алена Вы понимаете Ну помечтай Помечтай У меня бомжатский телефон У тебя Намивину нету По сути Давай У тебя нет Намивину Ты хочешь Чтобы я тебе Перевела деньги Хорошо Я переведу Я переведу Ты мне За это Скажешь Тысячу раз подряд Слава России Скажешь Крым Российский Тогда я переведу Но нужно Очень постараться Чтобы я тебе Это поверила Понимаешь А меня обмануть Сложно Поверь мне Вот Так что начинай Я слушаю тебя Я тебя слушаю Во-вторых На карту взглянем Кем Машанкин из Украины Я обманута по жизни Ты серьезно Сейчас говоришь Да Неужели ты думаешь Что такое Животное Гарнитурное Может обмануть Меня Питерскую умницу Никогда Этого не Видишь В принципе Такое Швабра Швабра Ты тупорылая Какая ты Питерская умница Ты просто Швабра Алена Аленушка Ты моя Можешь Выкладывать Я не твоя Интернет Я же слышал Я же слышал Что вы Аленушка Вы включили Запись разговора Вот и общаюсь Конечно Включила А ты что думаешь Что я стала бы с тобой Просто так С животным общаться Почему у вас Менеджерами Вы как общались Вы как общались Ранее С нашими Представителями Вы тоже Матой в трубку Начинали Матой Начинали Истерить Нет Ничего Подобного У меня Запись Разговора Есть Я все Слышал Вы Истерили Понял Грубишь Оскорбляешь Меня Потому что Поезд Клоуны Не вывезли Клоуны Твои Понял Потому что Вы слабенькие Все В коленочках Очень слабенькие Куда смотреть Куда смотреть Я по телефону Не вижу Поедьте В Белгородскую Область И посмотрите На небо Оно там Особо Прекрасное Звездное А ты В Днебре Сидишь В подвале Нет Окун Да Да Я в подвале Сижу Да В подвале Развожу Тысячи россиян Таких Как вы Делать мне нечего Понимаете Нет Таких Как я Ты не разведешь Потому что Я такая одна Тысяч Не может быть В принципе Ну да Таких Сремных швабр Я конечно Вообще Никогда В жизни Не видел Одну на миллион Даже такую Найти Сремно А ты попробуй Вдруг получится Вот найти Найти такую швабру Как вы Миллион Такую швабру Как я Найди На миллион О Все Вот видите Вы уже Понимаете Что вы швабра А вот мы С вами Дошли С первым Общим согласием Я думаю Ну я соглашаюсь С тобой Потому что Ты Под этим Под наркотой Поэтому С больными Это надо Соглашаться Ну вот Что ты сейчас Под боевой Ты что заикаешься Просто Разговор Не Ском Пойдешь Домой Сегодня На Мирину Не заработаешь Тимлидер Тебя Остропонит За то Что ты Не вывез Не вывез Ой нет Ахуи Вы слабенькие Слабые Животные Тимлидер Тимлидер А вы откуда Знаете Ну это не Твое дело Откуда Я знаю Из надежных Искусников Ну говорите Говорите Мне интересно Алена Говорите Что тебе Говорить Ну Тимлидер Что там Он со мной Сделает Астропонит Ну тимлидер У вас Который За спиной У тебя стоит Передком Да Естественно Я у вас Смотрю Проблемы Сексуальной Жизни Да Что вы Про жопы Говорите Не рассказывай Мне о своей жизни Не рассказывай Мне о своей жизни Нет Алена Алена Да Аленушка У вас же Проблемы Для тебя Я Алена Сергеевна Для меня Швабра Ну Швабра Это у тебя В углу Там стоит Если вы И тогда Убираетесь А вы Убираетесь Иногда Или у вас Там все Как свинарники Плохо Мы же В подвалах Сыра Грязная Ну да На мивину Денец Никто не подает Вы Злите Какая мивина У вас У вас У вас Пластинка Заела Что вы Других Клуб Не знаете Алена А зачем Тебе Другие Слова Ты все равно Не поймешь Карнитурное Это животное Ты же не все равно Не поймешь У тебя образования Нету Нету Ты как Сейчас напрягают Это то Что вы Вам Дегистрацию Оставляют Чтобы только Тупо над вами Поржать Поиздеваться Над вами Поунижать А ты трубку Не можешь Положить Потому что Тимлидер Сзади стоит Наклаживать Я могу Положить Трубку И вам Перезвонить В чем Проблема Положи Положи Сейчас Ожидайте Звоночек Через минуту Вам Перезвоню Хорошо Звони Слушаю вас Алло 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 Слушаю вас Алена Да Слушаю Можем Продолжить Наше Общение Верно Ну что Ты там Сходил В туалет Попил Водички Успокоился Я не пил Я не успокаивался Распечатал Вашу фотографию Подписывал На нее Стало легче Сделал Вашу Куклу Вуду По фотографии Сейчас Иголкой Прокалываю Иголкой Прокалываешь Да Ты где В подвале Своим Наверное У тебя Образования Это нет Совсем Чокнут На голову Больной Все там Хохлы Больные На голову Если думаете Что можете Нас развести Россия Не можете Давай Гори Гори Хохлина Тебе подорвало Подорвало Что ты перезвонил Мне Да Тебя обосрало А ты перезвонил Давай Гори Мне нравится Когда вы горите Нет Нет Я не горю Алена Горишь Горишь Подгораешь Нет Нет Абсолютно Вниз Да Да Смирись Перестаньте сморкаться Мне пожалуйста Перестаньте сморкаться Пожалуйста В микрофон Я вас не слышу У тебя бомжатская Ипи-телефония А ты мне не слышишь При чем тут Айпи-телефония Если вы мне Дышите Ну потому что Ты с разных номеров Понимаете А это бомжатская У тебя Айпи-телефония Ты не серьезной Компании Звонишь Я говорю Я говорю Подвали Вашего микрофона Вы мне С какого-то Кнопочного телефона У вас заела пластинка Поменяйте пожалуйста Что там Подвали сидишь На бивер Пластинки у тебя есть Да Вы насколько Не оригинальны Патефонные пластинки У тебя да Есть там Пластинку у тебя Там заедает Периодически Еще что-то Нет Это у вас Пластинку заедает А еще Вы думаете Сам такой Это хохлятская тема Мама Папа Давай Скажи Сама такая Сама такая Скажи Ну давай Нет Не скажу Скажи Я не считаю Вас такой Я считаю Что вы швабра И все А это ты Заговорил Что швабра Еще что-нибудь Новое Можешь Сказать Чтобы меня Зацепило Вот хохол Ты на самом деле Жалкий такой Ты меня не цепляет Все твои швабры Ты скажи Вот такое Чтобы меня Зацепило Я вам вообще-то Сказал Что я белорус Ты хохол Насрал на пол Нет Я белорус Ну молодец Что белорус Дальше что Белорус Что тебе от меня надо Вам слова Живы белорус О чем-то говорят Нет Ну так перестаньте Меня пожалуйста Обзывать хохлом Придумайте Какие-то Оскорбительные А затем Ты тогда Мошенничеством Центре Работаешь Если ты белорус Причем здесь Мошенничество А не мошенничество Вот ты сейчас Звонишь Мне Оскорбляешь Меня Я вот Слова плохого Не сказала Твоим сотрудникам Никак не оскорбила Их Ни животными Ни назвала Ни турными А ты мне звонишь Меня обзываешь Это нормально Ты считаешь Да Меня Вы назвали Животным Это потому Что ты меня обзывал Всячески Хамил Как мне Тебя еще Надо было назвать Вы меня первые Начали называть Хохом Это во первых Что не соответствует Действительно Ну потому что Ты мне нахомил Сразу Сразу Драником Как там еще Деруном Нас называют Как там еще Картофельниками Можете называть Бульбашами Это все мимо Белорусов Бульбашами называют Бульбаш Картошку любишь Я тоже люблю Бульбаши Отлично Картофельные чипсы Лайс Наверное Едите А ты не ешь? Ты сало любишь Больше? Едраники Едраники Ем Драники Со сметанкой Любишь? Естественно Тогда последний раз Кушал Сейчас на мивинку Только не всегда Получается Заработать Да? В Белоруссии Нет Она на Украине Она есть На Украине Мивинка А ты с салом Так мивинку Забабахаешь Потом еще Две таблеточки Там Лирики И хорошо Вот я Это сам Сижу В квартире Своей В комфортном кресле Пью коньяк Мортель Ну вообще Прям Шикарно Работа мечты Гарнитурой На башке Ртом Работаешь На российском Тебе Алена Все Вы Определились Где я сижу В подвале Либо В комфортной квартирке Ну вы уже Пожалуйста Я тебе чуть-чуть Сказала Что тебе кажется Что это Ты сидишь В комфортной квартирке Потому что Ты принял Таблеточек Парочку Троечку Вот тебе и кажется Это Что ты В комфортной квартирке Что у тебя деньги есть А на самом деле На невину Не всегда Перепадает Ты думаешь В России много Да лохов Патают тебе на невинку Да Поверьте Очень Очень много Очень Вы даже не представляете Насколько Я вам говорю Серьезно А что ты мне звонишь Ты же знаешь Я не подам тебе Вот сейчас Не подам Нет Мне просто Интересно С вами общаться Понимаете Ну да Тебе со швабрами Интересно Общаться Потому что У тебя Пять словарных Таблетку Да Таблетку Таблетку Словарный запас Пять слов матерных Швабры общаются Да Так я не матерился Я вам не матерился Ничего не говорил Алена Я максимум Что говорил Это швабра И вобла Все Вобла А ты хочешь Кушать что ли Голодный Да Бедненький Пахленочек Бедненький Ну скажи Это самое Тысячу раз Крым Российский Я тебе переведу Денюшки А Скажешь Вы что Слышите Или что Причем Здесь Я вам уже Сказал Что я Белорус Ульбашум Ссылайте Хотя бы Уже Более интересно Как-то А почему Ты тогда Сидишь Разводишь Сиян Если ты Белорус Ну вот Зачем Ты это Делаешь Скажи Почему Ты нормальную Работу Себе не найдешь Это нормальная Работа Я хорошо Здесь зарабатываю Я так понимаю Вы о нашей Сфере Тоже Кое что Знаете Да Я так понимаю Ну да Да Я вас понял Не коллеги Мы с вами Часом Просто по разные Стороны фронта По разные Стороны баррикад Так сказать Ну правильно По разные Стороны Вот Я вас понял Вы просто Хотели понять Наверное Как мы Мы общаемся Да Да Ну ты так Мне не сказал Почему ты Вот Пошел С гарнитуры Одел И сидишь Вещаешь На Российскую Федерацию Бабушек Пенсионерок Разводишь Тебе вот не стыдно Нет Нормально Да Разводить Нет Нет Потому что Мало того Что вы напали На Украину Так вы еще Фашистский режим Установили В нашем государстве Усатого Когда снимем Так я перестану Этим заниматься А так Нет Ты не доживешь Когда я его сниму Ну Хорошо Он сам тогда сдохнет После тебя Вот так Да Не сомневаюсь Пусть даже так Мне не жалко А тебя раньше Разбомбит Руку Ногу Тебя оторвет Потому что Ты Разводишь Пенсионера Самые незащищенные Слои населения Бомбишь И ты считаешь Напали на Украину Да кто нападал На вас Господи Кому вы нужны Нападать На вас Ладно На нас На нас Никто не нападал Я говорю еще раз Мы в Беларуси Вам звоним И Перестаньте дышать Микрофон Пожалуйста Или вы просто на улице Находитесь Это ветер дует На улице Я понял Тогда это ветер Это не вы дышите Хотя бы микрофон Прикрывайте Потому что я половину слов Действительно не слышу Приходится додумывать Что вы говорите А у тебя получается Додумываться А у меня фантазия под таблеточками Фантазия под таблеточками Очень богатая Понимаете Да 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 Больше это ничего не остается Вы мне скажите Вы мне скажите Вы зачем войска с севера вывели Вот Чернигов Сумы Киев Зачем Что не получилось Что-то наверное Что не получилось А что молчание Я просто не слышала Что ты говоришь Ты заикаешься Нет Я спрашиваю Почему вы войска вывели Киевская область Какая там Черниговская Сумская Почему вы выводили войска Что не получилось Что-то Алена Мы хотим Вернемся Ты не сомневайся Тебе раньше прилетит Может быть Руку ногу оторвет Божку еще А лучше голову Зачем тебе такая голова У тебя там все равно Уже мозгов станет Нет уже мозгов Ничего страшного Ты такой Белорусские Белорусский Добровольческий Корпус Передает вам Привет Сам-то понял Что сказал Ну что Не знали Что существует Белорусский Добровольческий Корпус Я вам могу Фотографии Нашей деятельности Поскидывать Белгороду привет Детям Бомбаса тоже Всего доброго Аленушка Поганой смерти Гори в аду Могу пожелать Вам того же Сливайся Ты не вывез Нет Не вывез Нет Я вывез Мы же говорим Я же сказала Ты не вывез Ты не вывез Так что Сливайся Хохол Сливайся Я вам буду Каждый день Звонить Алена Будем с вами Ну позвони Ну позвони По несколько раз Договорились И при чем здесь Хохол Ну вы тупые Это ты тупой Я вам уже 4 раза Я вам уже 4 раза Я вам уже 4 раза Сказал Хохол Поганой смерти Вы говорите Не оскорбляйте Я не оскорбляю Сейчас объясню почему Тебя в принципе Невозможно уже оскорбить Потому что ты сидишь С гарнитурой Но ниже ты уже Некуда Некуда Ну дворника Какого-нибудь Бомжа Можно оскорбить А тебя нет Ты все уже Днище Но Так вы же сами В такой сфере работаете С чего ты решил С чего ты решил Что я работаю В такой сфере Потому что вы мне Сами об этом сказали Мы с вами В этой сфере По разные стороны Баррикад По разные да Но в этой сфере Я не работаю Бог миловал А вот тебе Все вернется Все вернется И родствен Даже не тебе А твоим родственникам Вот так вот За то что что ты разводишь беспомощных пенсионеров, которые не понимают ничего, вот за это тебе вернется. Ты получишь. По полной получишь. Хватит мне эти слезовые истории рассказывать. Я тебе серьезно говорю. Получишь все. Мне все равно. Ну, хватит. Слевайся раз все равно. Слевайся. Нет. Нет. Ладно. Что можете мне еще интересного рассказать? А тебе скучно, бедненькому там одному, да? У вас, я вижу, хохол это слово паразит, да? Я вам еще раз говорю. Я с Беларуси. Так же, как у тебя средства, менеджера, так же саму. У меня хохол слово паразит. Все верно. Я вас понял. Называть белорусов хохлами у вас это хорошо получается. Продолжайте. Продолжайте. Что еще скажешь? Так и будете молчать. Может, расскажете, что-то интересное. Может, ты расскажешь, что интересное. Вот ты получаешь, допустим, вот сколько ты гривен зарабатываешь? Расскажи мне. Я не знаю, сколько это гривен. Ну, ты знаешь прекрасно. Ну, давай, не колись. Про войска, что мы вывели, ты уже рассказал. Теперь, а про гривню что это? Слабо, что ли? Ну, расскажи. У меня зарплата в долларах. А, ну да. Опять таблетки. Опять таблетки. Зарплата в долларах. Может, ты на машине домой едешь? А не пешком ходишь? Нет, пешком хожу. Наркоты обнюхаюсь и вот хожу домой пешком. Ну, а что еще? А что еще? Да, обнюхаться вот это и идти пешком домой. Вот так бывает. Совсем у вас там все плохо, да? Да, на последние наркотики. Мы не едим, на наркоту вот просто деньги собираем, чтобы обнюхаться вот и... А вам не бесплатно наркотики раздают? Нет, покупать приходится. Покупать. Ну, еще и чоколи, да? Все, все, все... Начиваешься, да? Все верно. Да, и бесплатно раздают, и сами докупаем. Да, да. Вся страна обнюхана, вот так. Ну, по-моему, ты чего-то. Ну, а таблеток не едешь. Совсем им плохо, да, да? А ты чего, не хочешь пойти на другую работу, там, не разводить, там, россиян? Или у тебя дело принципа нас разводить, да? Нет, ну, почему? Я уже несколько россиян убил, теперь время их разводить. Я свое отвоевал. Да? А тебе что, оторвало ногу, руку? Да. Весь нижний этаж? Еще что-то про личную жизнь говоришь, да? Понятно, что у тебя там нет ничего. Хожу, хожу на своих, хожу на своих двух. В рот, две руки, две ноги, голова на месте. Даже ранения не получил. Ну, контузило тебя однозначно, конечно. Плохо у тебя все? Нет, нет. Да? Ну, давай еще расскажи. И все это. Гори, гори. 7 месяцев пробыл на фронте. И все. Гори, фасли. Ну, руки, ноги оторвало. Вот и сидишь с гарнитурой. Какие руки, ноги оторвало? Я на своих двух сейчас стою. Стоит? Стул забрали, да? У меня абсолютно прекрасно. Стул у тебя забрали, не вывезли. Хотите, 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 я даже, если хотите, я могу даже фотографию свою вам отправить. Или инстаграм своей личной дать. Хотите? А зачем ты мне нужен? Посмотрите, посмотрите на меня красиво. Могу фотки ваших сограждан отправить в очень интересном состоянии. В очень интересном. Давайте. Давай, отправлюсь. Нет, извините. Хочу. Нет, извините. Я с вами в телеграме. Я с вами в телеграме по этому номеру телефона свяжусь. Хорошо. Отправлю пару интересных фотографий. Отправлю. Я буду держать связь через телеграм. Договорились? У вас фотография в телеграме просто такая прекрасная. Я таких красивых швабр в жизни не видел. Ну, вернемся к нашей же старой теме разговора, Алена. Тогда напишу вам на телеграм. Ожидайте. Пиши. Давай сливайся уже. Хорошо, Алена. Не буду я сливаться. Я же говорю. Мы с вами просто продолжим наше общение в телеграме. Уже личное. Уже не от имени компании. Хорошо? Ну, не знаю. Я что-то не хочу с тобой общаться. Ты неадекватный. Естественно, Чуб. Естественно, конечно же. Я несколько твоих сограждан угробил. Я теперь неадекватный получается. Ну, как же это? Конечно. Угробил. Почему так получилось? Это во сне, да, тебе приснилось под угробину нашего кого-то? Ты же сидишь в подвале. Ты же сидишь в подвале. Я же, я же, я же, я же, я же, я же забыл, Алена, Алена, я же забыл, потерь нет. Твердых четко, потерь нет, да, потерь нет. Все, я понял. Раненых нет, потерь нет. У вас есть потери? У вас больше все равно. Вы же тупые, тупые хохлы. Что, порвало? Все, порвало? Это тебя порвало. Гори, гори, хохлина, давай, 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 гори, хохлина. Я тебе, вот мне нравится, когда горите, подгорела у тебя там, давай, гори. Не вывез ты, хохлина, давай. Я вывез, Елена, я вывез, я абсолютно спокойно с вами общаюсь. Это уже у вас подгорает, понимаете? Ну, помечтай, помечтай, чтобы у меня подгорело. Я же регистрацию оставила, и у меня подгорело, да? Ага. Как бы не так. Да, да. А зачем вы регистрацию оставляли тогда? Ух, совсем все плохо у тебя. Если ты не понимаешь таких простых вещей. Зачем я оставляю регистрацию? Просто пообщаться, да, я так понимаю. Не было никаких серьезных... Кем? С машонками пообщаться? Ты серьезно? А чем с вами общаться? А регистрацию оставляли просто поприкалываться, да? Да, поидеваться, помнижать, пооскорблять. У меня настроение поднимается. Мне нравится вас унижать. Нет, это... Вы же мраде. Вас тут по унижать. У меня за ваш счет... У меня за ваш счет поднялось настроение. Вы... Ой, что-то не слышно по твоему убитому голосу. Что у тебя настроение поднялось. Нет, Алена, вы что? У меня прекрасное, хорошее настроение. Потерь нет у вас. Это самое главное, да. Мне, наверное... А тебе на мивину перепало сегодня, да? Вот выговаривали. Сколько... Сколько нужно? Сколько нужно минут, чтобы ты выговорился, тебе на мивину дали? Хоть 5 гривен пойдешь там купишь, чтобы с голоду-то не сдохнуть. А? Сколько надо минут? Ну, боже, тетенька, скиньте мне, пожалуйста, на мивинку денег. Вы такое хотели услышать, да? Причем здесь мивина, я говорю вам еще раз. Ты жрешь ее потому-ка. Тебе больше ни на что не хватает. Я не понимаю просто. Да, ни на что не хватает. Бедный, хожу, побираюсь. Бедный, не такой. Звонит, побирается. Остальные не вывезли. Клоуна, он решил тебе на мивинку заработать немножко. Не дешево. Пойти купить мивинку. Мивинка вкусная? Машонка, ты где? Я же трубочку-то не положу. Не вывезешь ты, не вывезешь. Я сейчас... Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»